Так, смотрите, колпачок буду кроить по своей же выкройке шапки, которая у меня в таплинке есть, с ушками, помните, шила. Думаю, что все получится. Так, вот я сложила пополам. Вот так вот, мне удобнее вот так ее повернуть. Сейчас я ее обвожу. Ночью шапку. Сразу взяла размер, какой мне надо, у меня на квад головы 44. Так, вот я ее обвела, и теперь я думаю, что ее надо просто продлить как-то вот таким образом. Сейчас попробую, что у меня получится, насколько здесь у меня получилось на 14 сантиметров. То есть, смотрите, вот я ее, как бы вот эту линию продлила. Вот. Сейчас вырезаю ее с припусками на швы. Припуски примерно 0,5-0,7. Для оверлока шить буду на оверлоке. Так, такие детали нужно вырезать вверх. Так, ну, подачу. Здесь все за этой половинкой вырезать. Вот из этой вырезаю сейчас. Так, вот положу. Меня приучили, еще в училище, когда я училась, экономить каждый сантиметр ткани. Вот это вот у меня прям заложено. Иногда бывает вообще это ни к чему, а я все равно экономично все должна сложить. Хотя, понимаю, что те кусочки, которые у меня останутся, они все равно как бы не нужны. Ну нет, все равно мне надо экономить. Так, вырезаю вторую половинку. Так, все, вот шапка у меня получается вот такая будет. Вот такой будет колпачок. Так, и берем вторую часть, да, вот это у нас будет одна половинка нашего ободка. Вот это нам не нужно, просто ее загнуть, ну, или вырезать просто полоску. Вот, и из белой рябаны я сейчас вырежу вот такую полоску цельную, потому что здесь можно сделать сгиб десни, совсем не обязательно делать, ну, чтобы было два шва. Вот, сделаю со сгибом. Так, из рябаны. Так, вот я вдвое сложила, да, вот здесь вот у нас получается сгиб. Вот здесь я оставляю на верлок, и вот я ее сходу, и теперь ее вот так еще переворачиваю, да, она же у нас два не будет. То есть она будет сгибаться пополам, и вот такой вот ширины получится у нас ободочек. Все. Сейчас я соединяю нашу шапку на верлоке, и своими сторонами ее складываю. Соединяю здесь, и сшиваю ободок. Такая-то нечестная крючка. Вот она будет здесь. И даже, кстати. Стачиваем на верлоке. Завязываем до сезенок уголки. Так, вот я на машине сначала наш ободок, сложила его двое. Теперь делим его на четыре равные части. Вкладываем его в шапочку. Не перепутайте перед и зад. Здесь у нас здесь ниженька, это будет перед. Шевчик пойдет на заднюю часть. Серединку задней части. И эти меточки с боковыми швами соединяем. С Новым Гором! Все. Теперь стачиваем. Стачиваем на верлоке. Равномерно растягиваем наш ободок из рябан. Не попадают снежинки на деревьях. Как в картинке вновь пришла дыма. Новый год встречать пора. Равномерно растягиваем наш ободок из рябан. А на елочке и грузке погружили, как погрузки в этот лоб. Готово. Наша шапка уже практически готова. Вот такая она у нас получилась. Осталось сделать бомбончик. Для этого я взяла кусочек флиса. У меня диаметр примерно 6 см. Вы можете взять больше, меньше, на свое усмотрение. Стягиваю, набиваю его тоже кусочком флиса. И закрываю. И теперь там немножко я оставила как бы ямочку. Отставляем наш уголок внутрь. Эту ямочку и грузчик пришиваем. Аккуратно потайными стежками. Так, ну вот и все. Наша шапочка готова. Такой бомбончик получился. Такая вот она мягкая, легкая. Из курилочки получается. Мини-пухик шапка. Получается мини-пухик шапка. Такой кирпич. Продолжение следует...